Вы смотрите программу «Губернии». Вот главная тема выпуска. На трассе Иванова-Владимир лоб в лоб столкнулись два грузовика. Один человек погиб, двое получили травмы. Стало известно, где и насколько вырастут тарифы на услуги ЖКХ и где они будут снижены. Что говорить? Живем в грязи и ждем праздников. Сейчас и сразу ивановцы жалуются. Некоторые остановки нечищены. Выходить из транспорта приходится в сугроб. Мы спросили у чиновников, когда будет порядок. Дороги не почищены, мусор не вывезен. Часть контейнерных площадок завалена по несколько дней. Мы поможем решить проблему. В Иваново возрождается производство именно станочных парков, как инструментов производства. На Ивановском механическом заводе изготавливают станки для производства композитной арматуры. И не только. В Крымском мосту есть и Ивановский след. Подробности в сюжете. Декабрь традиционно связан с началом оформления города к новогодним и рождественским праздникам. Очередную елку установили возле Ивтекса. Уже сейчас горожане могут увидеть на центральных улицах яркие неоновые перетяжки и консоли с новогодними елочками. Наша съемочная группа побывала на всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике во дворце игровых видов спорта. О новых победах иванских спортсменов узнаете сегодня в программе «Губерния». В зоопарке слепили снеговика и отдали на съедение белкам. В конце программы кадры для поднятия настроения. С вами Татьяна Прокопенко. Здравствуйте. Сейчас об этих и других событиях подробнее. Стало известно о гибели еще двоих военнослужащих из Ивановской области в ходе специальной военной операции. Рядовой Игорь Андреевич Дроздов служил в другом регионе. При исполнении воинского долга проявил мужество и отвагу. Стрелок парашютно-десантного взвода Александр Вячеславович Шаронов служил на территории Ивановского гарнизона. За проявленный героизм и самоотверженность награжден орденом мужества посмертно. Губернатор выразил соболезнование родным погибших. Один человек погиб, двое пострадали в ДТП на трассе Иванова-Владимира. У Синесоки лоб в лоб столкнулись две грузовые машины. По информации полицейских, водитель грузовика «Фотон» не справился с управлением. Выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой. Водитель «Фотона» скончался на месте ДТП. Водителю и пассажёру фуры помощь оказана на месте. Удар был такой силой, что груз разлетелся по дороге. В одном из грузовиков перевозили тушки кур. Рост тарифов на коммунальные ресурсы в будущем году не должен превысить 13,7%. Подписано областное постановление о предельном росте платы за услуги ЖКХ. Данные предельные росты платы граждан не означают, что тариф на каждую коммунальную услугу вырастет на 13,7%. Тарифы на коммунальные ресурсы будут расти по-разному и будут зависеть от ряда объективных обстоятельств. Напомню, что коммунальные ресурсы – это тепловая энергия, горячее водоснабжение, водоснабжение, водоотведение, вывоз ТКО, электроэнергия, газоснабжение. В некоторых поселениях Родниковского муниципального района Ильинского, Шуйского, а также Привозского муниципального района продолжится практика замораживания тарифов на тепло и воду. В некоторых муниципалитетах тарифы и вовсе будут снижены. Это связано с завершением некоторых инвестпроектов в сфере ЖКХ. Так, в Чернцах Лежневского района построили котельную. И с января селяне будут платить за тепло на 5% меньше. А в Заволжском районе сразу на 47% будет снижен тариф на водоснабжение. В связи со строительством трубопровода под руслом Волги от Кенишемской водостанции. Другим темам. Министерство обороны опубликовало новые кадры работы ивановских десантников. Расчеты РСЗО «Град» выдвинулись в район стрельбы, где было зафиксировано скопление личного состава ВСУ. На этом видео артиллеристы Ивановского соединения ВДВ наносят удар реактивными снарядами поживой силе противника на передовых позициях. Пехота ВСУ уничтожена. Ее обнаружили во время воздушной разведки. После выполнения боевой задачи десантники убыли в безопасный район для перезарядки. Горячий период холодного времени года. Уличная дорожная сеть областного центра включает более 350 остановок, которые должны быть вытащены. Однако у ивановцев есть претензии к коммунальщикам. Пассажиры жалуются, некомфортно садиться в транспорт и выходить из него. Владимир Еремин проверил, как чистят остановки в Иванове. Он присоединяется к разговору. Владимир, здравствуй. Об уборке улиц от снега мы рассказываем который раз. Знаю, в редакцию приходят жалобы на кашу на остановках. Ты проехал по городу. Что скажешь? Татьяна, здравствуй. Проспекты и центральные улицы в областном центре, на мой взгляд, почищены. Пассажиров больше беспокоят подходы к остановочным павильонам. Где-то снег убран, а где-то нет. В центре всегда больше порядка. А что со второстепенными маршрутами? Например, на улице Гагарина, на кольце 135 маршрута, территория возле павильона завалена. Чтобы сесть в транспорт, пассажиры вынуждены были протоптать себе тропинку. Я поинтересовался в мэрии, каков график уборки остановочных павильонов. Снег уже не так обильно, но идет. У небесной канцелярии передышка. После морозов наступила оттепель. Такая погода, обещают синоптики, продержится неделю. Очистка дорог, подъездных путей и парковочных карманов остро волнует ивановцев. Мне кажется, что дороги на остановках чистят, но вообще сами дороги нет. Ну вот на тропинках, например, идешь и еле пройдешь. Ну вот остановки вроде да, вот сами тропинки, но мне кажется, что нет. Тропинки к остановкам чистят вручную. Процесс трудоемкий. За сутки все почистить невозможно. В мэрии расставляют приоритеты. Есть основной и есть дополнительные маршруты уборки. Основной – центральные улицы. Повышенное внимание загруженным остановкам. Таких в Иванове около 60. Их убирают 6 раз в неделю. Павильоны по дополнительному маршруту, их порядка 300. Вычищают через день, ответили в администрации. Зона ответственности – предприятие дорожного городского хозяйства. Своими силами не справляются. Заключают договоры субподряда. Смотри, что делается. Большие остановки, которые народу-то много. Сейчас иду и думаю. Где-то много транспорта, где много народу. Погли бы почистить. Нечищенные. Для меня нечищенные. Что именно нечищенные? Вообще все тротуары. Вот только вот, а там останавливаются. Вообще дороги плохо чистят. Очень плохо. Особенно около двора. Двор мы сами чистим. Хотя платим за дворника. Остановки в черте города чистят не только от снега, но и наледи. Чтобы все до последней освободить от снежного плена, посчитали коммунальщики, потребуется 2-3 дня. Параллельно убирают снежные навалы, которые образуются после расчистки дорог. Далее территорию обрабатывают антигололедным материалом и песко-соляной смесью. Это также занимает много времени. Контролирует уборку города, управление по благоустройству. Кино глядели, отцовое сердце. Когда там шарик-то бегал, его колбасой кормили. Город примерно так же выглядел. Вот сейчас серость в югу, и вот точно один к одному. Только вывески нерусские появились. Все то же самое. Владимир Еремин, Денис Железов, телекомпания Барс. После обильных снегопадов наш регион пришла оттепель. Чтобы избежать сильных подтоплений, во вторник дорожные рабочие в областном центре начали освобождать дождеприемники от снега и льда. Работу проводили на улицах Свобода, Рыбинской, Революционной, Первой Полянской, полка Нормандия-Неман, на проспекте Ленина, а также на магистралях с пологим рельефом. К снежной теме мы еще вернемся, но уже после рекламы. Не пропустите через несколько минут. В Иваново возрождается производство именно станочных парков, как инструментов производства. На Ивановском механическом заводе изготавливают станки для производства композитной арматуры. И не только. В Крымском мосту есть и Ивановский след. Подробности в сюжете. В зоопарке слепили снеговика и отдали на съедение белкам. В конце программы кадры для поднятия настроения. Интеркомтел в вашем телефоне. Скачайте приложение и оплачивайте услуги онлайн. Общайтесь со специалистами компании в удобном чате. Быстро, надежно и безопасно. Наш следующий репортаж с Ивановского механического завода. На рынке он 13 лет. Специализируется на разработке и изготовлении промышленного оборудования. В этом году предприятие получило статус резидента фонда «Сколково». Слово Ирине Афониной. Заместитель председателя областного правительства не в первый раз на Ивановском механическом заводе. Было год назад. Отметила обновили станочный парк. За три года мы приобрели три станка. Новый токарный центр, новый гибочный центр и новый лазерный станок 12 кВт. Мы производим самую широкую линейку оборудования для производства строительных материалов. Из стеклопластиковых – это арматура стеклопластиковая, сетка, профиль полтрузионный, решетчатые настилы, полимер-песчаные оборудования. Сумма инвестиций в развитие производства – более 70 миллионов рублей собственных средств. Здесь изготавливают станки для производства композитной арматуры. Композит – многокомпонентный материал из двух или более компонентов с различными физическими и химическими свойствами. Очень интересный продукт, который используется в строительной отрасли. Он более дешевый, чем металлическая арматура. Это полтрузионная линия для производства композитных профилей. Сырье протягивается через матрицу, которая придает пропитанным волокнам форму. В конце операции получают стекло или базальто-композитный профиль. Именно на Ивановских станках и сделали композитные материалы для Крымского моста. Мостовые конструкции с применением композитных материалов – это сейчас тренд всего мира. Это не только российский. Это водоотводные лотки, которые под мостом идут, поручни, ограждения. Эти элементы не гниют. Альтернативы этим элементам нет. Предприятие активно пользуется мерами государственной поддержки. Благодаря центру «Мой бизнес» участвует в международных выставках. Заключила экспортные контракты с Индией, Арабскими Эмиратами, Белоруссией, Великобританией. Приобретение этих станков позволяет наладить производство композитной арматуры для быстро развирающейся строительной отрасли во всех государствах. На мой взгляд, это очень интересная тема. И здорово, что в Иваново возрождается производство именно станочных парков, как инструментов производства. В этом году с проектом применения СВЧ-технологий для производства материалов из композитов предприятие получило статус резидента Сколково. Конкурсные заявки предприятия отбираются фондом по определенным критериям. В центре «Мой бизнес» работает подразделение фонда Сколково. Сотрудники филиала помогают производственникам в оформлении заявок и прочих документов. По мнению Юлии Васильевой, попасть в резиденты интересно. И на первом месте не финансовая составляющая. Быть резидентом фонда Сколково – это доступ к новым технологиям, знакомство с коллегами, поиск возможных партнеров. Ирина Афонина, Денис Железов, телекомпания «Барс». В последние дни некоторые мусорные площадки перестали убирать. Недовольные ивановцы в выходные жители Новой Ильинки пожаловались на заваленные отходами контейнера. В густонаселенном микрорайоне из-за нечищенных подъездов к месту сбора ТКО образовался мусорный коллапс. После информации на нашем сайте площадку очистили. Вот фотографии и подтверждения. Наш менеджер по работе со зрителями рассказывает. Похожие сигналы приходят из разных частей города. На кадрах, например, улица Дунаева. Переполненные баки стоят несколько дней. Мусор разлетается по дороге, поблизости школы и детские сады. Как раз такими проблемами каждый день и занимается наш менеджер Татьяна Прокофьева. Давайте ее послушаем. В последнее время поступило ряд обращений с проспекта Текстильщиков, с улицы Комсомольской. И особенно активно звонят жители московского микрорайона. О том, что в течение где-то нескольких недель, где-то в течение нескольких дней, то есть это больше трех-пяти дней, не вывозят мусор. Они звонят нам. И мы, как бы уже применяя свой ресурс, звоним рекоператору, просим действовать оперативнее. Чаще всего мусор не вывозится по причине того, что не организованы подъездные пути, то есть не расчищены контейнерные площадки. Где-то проблемы надо решать тогда на уровне управляющих компаний. Где-то иногда сами жители бывают даже, вот расчищают двор. Но это большая редкость. Как нам ответили в мэрии, обратиться с жалобой можно в администрацию. Оставить заявку на уборку территорий общего пользования, например, через социальные сети ВКонтакте или Одноклассники. Или по номеру 26 34 46. Рабочее время. Круглосуточно по телефону 900 099. Меры обещают принять оперативно, по взаимодействовав с управляющими компаниями и региональным оператором. А вот 15 декабря наша телекомпания сообщила, что в Юревецком районе, благодаря вмешательству прокуратуры, открыли родильный зал. После этого в редакцию поступило сразу несколько сообщений Шуи. Как выяснилось, в одном из крупнейших городов Ивановской области еще в 2020 году закрыли родильный дом. Возобновить ли он работу выясняла моя коллега Мария Покровская. Мария, здравствуй. Где же сейчас рожают шуянки? Приветствую, Татьяна. Шуянок после закрытия родильного дома перераспределили в Ивановские роддома номер 1 и 4. Беременные так называемые высокой группы риска направляются в ней материнство и детство, опять же, в Иванове. Всего в этом году, конкретно за январь-ноябрь, у шуянок в Иванове родилось 433 малыша. Есть ли в Шуи зал для срочных родов? Он существует при хирургическом отделении Шуйской ЦРБ. Там же есть кювес для новорожденных. Но в этом году залом никто не пользовался. Маша, так в чем же причина закрытия родильного дома в Шуе? Основная причина в том, что родильное отделение в Шуе построено еще в 1929 году. Сейчас оно изношено более чем на 80%. То есть сейчас родильное отделение не соответствует требованиям пожарных и санитарно-эпидемиологическим требованиям. Зданию требуется дорогостоящий капитальный ремонт. В Иванове заканчивает украшать улицы и площади к Новому году. Привычные горожанам елки и световые инсталляции установлены. Чтобы убранство до конца праздников осталось в сохранности, зеленых красавиц правоохранительные органы взяли под особый контроль. Тему продолжит Владимир Ирюмин. Территория возле городского центра культуры и отдыха. Рядом с резиденцией Деда Мороза вновь установили невысокую ель. В этот раз, говорят, ответственные за городское убранство, елочка не простая, а с концептуальным подтекстом. Здесь решили концептуально немножечко подойти по-другому. Елка украшенная в белый цвет, как вы видите, также гирлянда на ней белая, создает очень интересную, праздничную, уютную атмосферу вечером. Правда, новый подход к украшениям разделяют не все ивановцы. Ничего такого нет, ни игрушечек, никаких этих, не хоть бумажных навешали бы, и то бы было бы заметно, что навешали этих белых шаров, и все. Как говорится, на вкус и цвет. Но одно несомненно. Традиционные световые инсталляции в Иванове – одно из самых зрелищных новогодних украшений. Специалисты, как всегда, установили их на городских площадях и в скверах. Хотим увеличить количество елок в городе, поскольку елка – это основной символ. Делаем акцент, что в дальнейшем будем сотрудничать более плотно с управляющими компаниями, с организацией территориального общественного самоуправления, с ТОСами, с нашими. По словам чиновников, в этом году в планах украсить не только центральные улицы и площади областного центра. Ивановские власти мечтают, чтобы праздник пришел в каждый дом. Мы хотим углубляться во дворы, в спальные районы, так, чтобы атмосфера праздника была бы везде. Сегодня-завтра мы наряжаем пешеходный мост в районе торгового центра «Серебряный город». Также он в прошлом году у нас не был наряжен. В этом году мы возвращаемся к концептуальной оформлении набережной важным элементом, который является гирлянда на так называемом банном мосту. Ивановцы вновь увидят старую знакомую, так называемую «авангардную елку». Место для установки прежнее, у кинотеатра «Современник». Благодаря неоновой подсветке елка будет эффектно сверкать и переливаться. Все обещает быть очень красивым. Вот хотелось бы побольше горы, чтобы для детей поставили. А так все хорошо. Ярмарка на Пушкино стоит. Мы всегда там празднуем, гуляем в новогодние праздники. А гирлянд хватает в горы? Хватает, хватает. Даже очень чересчур хватает, что светофора не видно. В этом году, чтобы защитить от вандалов, зеленых красавиц, в ряде районов планируют усилить патрулирование и добавить видеонаблюдение. Владимир Еремин, Денис Железов, телекомпания «Барс». В Ивановском зоопарке белки обглодали снеговика. Так креативно подошли к кормлению зверьков сотрудники зоосада. Новогоднее веселье царило в вольерах. Чтобы будничный завтрак превратился в настоящий праздничный банкет, сотрудники зоопарка слепили снеговиков, украсив их разнообразными вкусняшками. Белки вначале с осторожностью присматривались к новым постояльцам вольеров, а потом вошли во вкус. Пуговички-морковки, глазки-орешки, лакомства явно пришлись по душе пушистым зверькам. Да и сами снеговики были распотрошены и распробованы с особым азартом. В Иванове проходят всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Виктория». Красота и грация в репортаже Елены Бориной. Второй день соревнований подходит к концу, но это еще не все. За эти четыре дня Дворец игровых видов спорта примет более 1200 участников и даст им возможность показать всю красоту и грациозность художественной гимнастики. Соревнования по художественной гимнастике «Виктория» проходят в Иванове 11 раз. Участвуют команды из разных городов России. Саша Пархоменко из Москвы. Рассказывает. Справиться с волнением перед выступлением ей помогают талисманы. Мой талисман – это гусь. Еще там маленький гусь есть дома, лежит. Моя живая собака – Чхуахуа. И мои родители. В зале участники, тренеры, родители гимнасток. Елена признается – волнуется не меньше дочки. В этом году ее команде до победы не хватило полбалла. Второе место в юношеском разряде. Мама поддерживает и гордится. Я очень рада, что она занимается. И каждый раз они нас радуют своим выступлением, своими эмоциями. Девочки заняты, красивые, бесподобно красивые. И они стали здоровее. До этого людей было меньше. На первых соревнованиях было порядка 200 человек. Сегодня на соревнованиях – 1200 человек. Мы поменяли место проведения. Решили организовать эти соревнования более масштабно в этом большом, прекрасном дворце игровых видов спорта. Ивановские спортсмены показали достойный результат. Команды «Виктория» и «Сказка» заняли вторые места в своих категориях. Окончательные результаты будут известны 21 декабря. Елена Борина, Григорий Мартьянов, телекомпания «Барс». Теперь о погоде на ближайшие сутки. Внимание! 24 декабря. День распродаж в текстильном центре Рио-Иваново. Все товары в розницу по оптовым ценам. Все значительно дешевле. 24 декабря. День распродаж в Рио-Иваново. Кохомское шоссе «Дом-1». Приглашаем. В среду в нашем регионе ожидается пасмурная погода. Температура воздуха днем в районе 0 градусов. Ветер юго-западный – 2,4 метра в секунду. Атмосферное давление ниже нормы составит 736 мм штутного столба. Влажность воздуха – 85%. По прогнозам синоптиков, неожиданное потепление, пришедшее в регион, задержится как минимум до конца текущей недели. Сразу после новостей смотрите городскую хронику. Интересные истории и видеофото направляйте на наши редакционные мессенджеры Viber, Telegram, номер на экране. Присылайте свои темы через сайт Иванова Ньюс. Звоните по телефону горячей линии 58-77-77. Я с вами прощаюсь. Удачи всем и хорошего настроения.